Всем привет, друзья! И сегодня мы вместе с Алексом снова будем месить говнище! Да, всем привет! Какая это машина? Что вообще за машина? Вольво! Вольво какой-то грузовик охерительный просто. Сейчас мы вам покажем, что здесь есть. Изначально он идет вот с таким белым прицепом, который вы видите, который не установлен. Но, естественно, с ним мы не будем кататься, потому что он очень огромный. Да. А как ты его обратно поставил? В смысле? Бортовой прицеп и полуприцеп-фургон. Также здесь есть резина. Вот такая вот была стандартная, но это вроде как Камазовская или Ураловская, не знаю. Вы, кстати, сцепку поставили, прицепить ничего нельзя. Какую сцепку? Убери сцепку, поставь полуприцеп-фургон. А, бортовой прицеп и полуприцеп-фургон. Также есть вот такие внедорожные колеса и шоссейные колеса. Но, естественно, мы поставим вот такие вот охерительные огромные колеса, и я, наверное, поеду без груза вообще. А я поеду с гаражными части. Я... Или... Может, ремонтные лучше взять? Давай ремонтные возьмем. Да, граждан, мы сейчас до гаража доедем, тут рядом ехать. И что? А там поменяем на ремонт. А, ну давай. Но это не прохождение, друзья. Это мы сейчас просто катаемся и развлекаем вас. Она очень большая. Не влезает абсолютно никуда. Неспихуемая. А где гараж-то? Я не знаю. Ты говоришь, сейчас до гаража доедем, а гаража тут нет. А, вон гараж. О, слушай, там какой-то съезд интересный. Может, мы срежем так? Естественно, мы не поедем как бы по каким-то дорогам. Просто посмотри, можно красиво поехать, но... Это неинтересно. Давай вот здесь прямо спустимся. Вот он показывает сюда куда-то. Что ты скажешь на это? Я думаю, это просто шикарно. Слушай, он такой высокий и узкий, мне кажется, что переворачиваться будет очень легко. Не знаю, я не могу протиснуться сквозь деревья. Толстый что ли? Очень. У меня мигалка в салоне. Не знаю, у меня все нормально с этим. У меня дерево в салоне. У меня все нормально, у меня дерево в салоне. А что? А что ты хотел? А что? А ничего. Видишь как? Ни хрена себе, подожди, тут такой спуск экстремальный. А где ты вообще? У меня тут экстремальнейший спуск, мега экстремальный. А нет, 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 нет. Ты вот это не выдумывай. А что не выдумывать-то? Ты не видел, какой у меня тут спуск? Ох, ни хрена себе. Я просто... Блин, я думал, я сейчас переверну. Я сейчас перевернусь вперед просто. Или это не спуск? Слушайте. Я что-то здесь с дороги убедил. Но тачка огонь. Вообще она едет. Немножко я покоцал ее чуть-чуть уже, но вот смотрите, как она едет. Ни хрена себе куда я полез. Вывесился и немножко подзастрял, но прет. А у меня тут склон, наверное, больше, чем 45 градусов, я вниз еду. У меня отвесный, или как это правильно сказать, отвесный склон был. И вот сейчас тоже. Ой-ой-ой, я на бок завалился и встал на колеса. Блин, я пытаюсь как-то показать это. Охренеть он. Слушай. У меня все морды, гляди. Но грузовик очень крутой. Реально. Это Вольво, понимаете? Вольво это лучший грузовик. А-а-а, в Евротраке ты все МАН говоришь, лучший грузовик. Нет-нет-нет, Вольво я откатался на Вольво как следует. МАН просто потому, что надо что-то менять в жизни, понимаешь? А-а. Я ж не то, что... Я понял, все. Тут торопота, понимаешь? Ну, я, кстати, в Евротраке тоже на Вольво гоняю и прям вообще очень доволен машиной. То есть сам гоняет на Вольво и обо мне такое говоришь? А это не я тебе говорю, я лишь тебя цитировал. Еду я по воде. Ну, смотрите, моделька очень-очень красивая. Ах. Что-то ты крутишь жесткий, я не знаю, как тут проехать-то. Или я проеду? Не знаю, все зависит от того, где ты едешь. Я по лесу какому-то еду. Тут огромное количество пеньков. Я вот спускался по лесу и мне, в принципе... Ну, как бы не очень понравилось. Но это сделать. Уже по пенькам просто еду прямо, и он ползет вверх. Ну, это же пеньки. Ну, что ты хотел? А у меня вот не хочет он заезжать сейчас из реки, как бы выезжать не хочет. Да, река уже давно поехала. Ты-то молодец у нас, кто спорит. Все, я, кажется, отперся в дерево. Блин, ну, что-то он... Как-то я не знаю даже. Немножко разочаровывает меня. Вроде вообще тут должен просто ехать и ехать, невзирая ни на что, а он останавливается. Ох, пролез. Это просто щель прям создана для меня. Отлично. Даже немного завидуете, что ты нашел ее все-таки. Ту самую. Так. Ох, ты нихера себе. Как же сюда подняться-то? А ты где? А, так там нормально. Посмотри, где я поднялся. Я справа от тебя. Видишь меня? Или это не ты? Нет, я не вижу тебя. Это ты. Я справа от тебя еду. Ну, ты посмотри, что здесь. Как ты там? Да там камушки, где там мелочь. Это детские. Нет, ты просто, значит, не видишь, о чем говоришь. У меня горит пердак и вылетает все это из выхлопной трубы. Прямо так? А что тут стесняться? Тут все свои. Серьезное заявление. Я в дерево врезался. О, гараж. Чтобы меня тяганул. Да, тебя тягать. Зачем оно тебе надо? Пусть нормально. Гараж. Опа. Открыл машину. Вот так вот. Ну, говоришь, тяганье, а он там машина открывает. Ты видел, сколько тут машин? Да нахер они нужны мне. А выехать тут надо. Одна, вторая. Не хватает мощи мне выехать. Ты, наверное, не хочешь. Я-то хочу. А вот она не хочет. Ну, машина в смысле. Да, я понял. Давай, помогай мне. Где ты там? Нифига, у меня шлифовать начало без груза. А потом поедем хомяка спасать. Да вот я здесь. Прямо что ли? Ну, где прямо? Вот я на подъеме стою, не могу вылезти в горку. И деревьев туда, прям, ну, вверх не хватает деревьев вылезти. Оу, воу, ты что творишь? Что ж ты творишь-то? Нормально. Цепляйся за меня, я тебя вытащу. Все, уже не надо. Ты гараж, ни хрена ты сквозь меня проехал. Это любовь. Это какой-то собачий зацеп. Давай, ладно, я выйду из тебя. Ты зацепишься за меня, я зацеплюсь за тебя. И ты вытащишь меня. Как тебе такая идея? Офигенно. Отлично. Стой. Предлагаем кружку. Стой, 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 стой. Что, ты не прицепил меня? Я нашел, да. Ты, видимо, далеко слишком. Нет. А ты попробуй меня подцепить. Нет, что-то сбрасывается. Может, она есть, может, она есть. Давай попробуем. Нет. Ну тогда едь просто за мной, смотри как. Так вот берешь и едешь просто прямо. Так я так и ехал. И она остановилась только впереди. Да нет. Вот ты едешь за мной и все потушится. Вот так вот раз и все. Вон, видишь, как получается. А ты пережил. Действительно, действительно, неплохо. Хомяк там живой или он уже умер? Не чуешь, дохлый хомяков не пахнет. Хомяк, не обижайся. Так, а где он здесь? Так а где он? Вон слева. Его проехал. Я, видишь, в жилой район сразу поехал. Отдохнуть хочется после такого. Фуру с лайками разгружай. Да разгружай. О, так. Можно брать ремонтные части. Так, так, так. Где они тут у нас? Ремонтные части. Есть. Давай хомяка спасем. Я думаю, он уже тут остановился. Ну все, тогда. Едем дальше. Ну поставить? Может стандартную резину поставить? Попробовать на ней показаться. Ну я не знаю, не знаю. Так, а пока заехать на заправку, где-то ее найти. Она где-то должна быть, наверное, вот здесь. А зачем тебе? Ну как бы 200 литров. Я думаю, нам хватит до конца выпуска. Ну ладно, поехали. Нифига, что это происходит, 25 кадров. Все, что такое? Что-то пошло не так. Не знаю, у меня вроде все нормально. Ничего не фризится, все хорошо. Нахера, дрифтанул на нем, как на Бэхе. Ну что, вы там ползете? Да, ползем. Отличная машина, надо сказать. Ну, не BMW, конечно, но Volvo, тем не менее. А кто Volvo делает? Шведы? Ой, я не помню. Или это Skoda шведы делают? Не, Skoda поляки вроде бы делают. Друзья, напишите в комментариях, кто знает. Я думаю, что вы наверняка знаете. Да не, сейчас напишут, что Россия делает. Ну ладно, тогда вопрос по-другому зададим. Где изначально зародилась марка вот так? Слушай, ну не плохо так на этой резине, кстати, едет. Я не знаю, как у вас, но у меня прет офигенно. Он даже хомяка догоняет и в зад таранит. Ты аккуратней. Вдруг хомяк не из таких. Так реально вы ползете? У меня быстрее на этой резине прет. У меня тормозит только из-за того, что чувак переключается. Просто каждую секунду. Я стандартную поставил резину. Вот он чуть подсел, переключился. Подсел, переключился. Слушай, в хомяке. О, Господи. Так, мы сейчас поедем прямо через болото. Не знаю, чем это кончится. Возможно, это будет конец серии, но... Ох! Ох! Чуть не потонул. Ой, прости. Ой, 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 да, я уехал. Что-то горбатая какая-то болота. Не знаю. Горбатый. Я сказал, горбатый. Горбатый. Слушай, мне надо вытащить. У тебя же резина там супер хорошая. Ты че? У меня заводится и глухнет. Слушай, я реально вижу у хомяка в этом. В кабине мигалки. Давай, спасательная операция. Просто, понял, под воду ушел и все. Сразу сдал. Хотя шноркель еще не в воде. Че, хомяк тебя вытащит? Блин, она ж... Не работает. Точно. Че? Она ж не работает, ты забыл? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Че, завелся-поехал? Завелся-поехал. Так, тебе надо... Тебе сбоку надо ударить. Я не доезжаю, там неровный ландшафт. Взад меня ударит. Да, надо взад тебя. Хомяк, тихонько. Тихонько, хомячок. Аккуратненько. Хомяк, смотри. А? Ты напиши ему, что лебедка не работает пока. Аккуратненько. Китай. Давай. Я буду надеяться на лучшее. Хера, ты проехал сквозь меня? Я в тебе. Я вошел. О, давай, продолжай. Давай, отлично. Все, назад, 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 давай, назад, пока не утонул. Утонул? Запускай движок и... Да, утонул. Все. Схотяк вот, твое 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 твое. Вот так паровозиком. Да что он мне кидает лебедку, не тянет тут лебедка. Не работает. Не работает. Слушай, натуле мигалки там в кабине. Блин, надо балжопой толкать, а не мордой. Заводи. Давай, давай, теребонькой. Завел? Да, завел, все. Все равно в баню в ту лужу лезть. Короче, глубину он не любит, я так понимаю. Причем с учетом того, что подача воздуха, она не топится. А где ты видишь, что тут? Что, шнорки ли у него увидят? А, вон наверху вижу. Но все равно машина прекрасная. Едет хорошо, но глубину не любит. Ну, в целом, как бы она такая собранная, выглядит приятно. Вот такая стопроцентно прошла бы. Ну, люби такую человеку, что поделать? Ох, спуск какой. Каменистый? Да не знаю. Звук, по-моему, от КамАЗа, да? Да, что такое непонятно. Это, походу, и есть КамАЗ. Раскабина другая, и все. КамАЗ нового поколения, просто значок поставили. Отволило? Знаешь, как это, в колхозе там всякие мерседесовские значки. А это отволило. О, лужа маленькая. Давай. Это то, где мы должны утонуть. Нет? Нет, прошла. Едем к следующей. О, следующая поглуже, по-моему. Ого. Тут что-то тяжело идет. О, у меня постреливает. Починится, что ли? Что, куда Хомяк делся? Он живой? Я не вижу его. Может, он застрял? Он догоняет. Хорошо. Ну что, вмесят нормально грязь? Не, место офигенно. И мне нравится. Но надо где-то ее замесить. Так, чтобы выехать нельзя было. Ну вот, впереди, мне кажется, можно будет засадиться. Там лужа и грязь. Да нет, мне кажется, дальше там будет дорожка, на ней можно будет засадить. Ого. У меня уже здесь плоховато идет. Я сел. Нет, я не сел. Я знаю, как можно ее легко засадить. Надо просто полный привод с дифом выключить и все. Разрыть яму и все. Блин, нифига. Ты сейчас будешь заезжать сразу, чуть ли на бок не завалишься. Так, я сейчас починюсь. И вот я реально что сделаю. Я выключу полный привод и выключу диф. А нет, полный я включу и диф только выключу. Посмотрим, что мы с ним. Да, я уже сел, я как бы хочу просто, ну так вот, помесить грязющую. Слушай, нет, едет. Ну, ползет, я бы сказал. Едет, это назвать не могу, но ползти ползет. По миллиметру прямо. О, тут мы с собой катались. Понимаешь, мы дрова тут возили? Не помню. Мы везде возили с тобой дрова. Так. Ну-ка. Ну и едет, в принципе. Да, река такая мелкая получилась. Дождался я хомяка и мы едем. Помесил, помесил, но не смог застрять все равно. А ты как, по этой дороге просто проехал прямо и все? Я свернул на широкой дороге вправо. О, я нашел, где можно сесть. Иди. Если я сяду тут. Садись. Не, не садится. Садись, я сказал. После лужи еще одной, да? Да. После лужи налево по дороге, там через реку. Уже ползет реально. Но с дровами мы бы тут сели. Ни хера себе куда-то уехал. Все, я сижу. Нет, еду. Не, ну ты налево ушел, а не направо. Я сказал направо? Да. А, ну я просто по карте для себя посмотрел. Для меня направо по карте. Для вас налево. Опять ты с своей картой. О, ну давай, давай, едь. А тут без дифа ты точно сядешь. Так я с дифом уже все еду. Только что, туговато что-то идет. Хомяк решил тут по грязище поедеть. Хомяк дальше поехал. Он посмотрел, что свернул, стоит, поехал прямо. Он сделал правильный выбор, потому что он-то хочет просто покататься, а мы-то ищем, где бы засадить машину лучше. Там правее там возьмешь, по дорожке такой маленькой. Там по говнишку. Мешу, мешу, говно. Слушай, я задам тебе, пожалуй, самый волнующий всех вопрос. Всех волнует этот вопрос, и я должен тебе его задать. У тебя на аватарке твоя девушка? Так я уж уже отвечал кучу раз. Я не знаю, я постоянно в комментариях, даже у меня в комментариях спрашивают, твоя это девушка или нет. То есть я, да? В смысле? А, у тебя спрашивают, я думал, у тебя спрашивают, твоя это девушка или нет. Нет, нет, нет. Ты не моя девушка, а у тебя на аватарке твоя девушка или нет. Ну да. Все, друзья. Вопрос исчерпан. Они все равно спросят. Ты куда-то полез вверх. Все, я сел. Вверх к солнцу. Слушай, я сел, все, миссия выполнена. А я еду на подъем, причем крутой подъем. У меня, смотрите, все включено. Див, не див, все дела, полный привод. Хомяк стоит сзади и ничем не может помочь мне. Ты сел, а я лег. На бок? Да. Ну знаешь, мне кажется, это отличный повод закончить данную серию говномеса. Хотя я могу еще газовать. Хоть на боку лежу. Но я приехал однозначно. И я тоже не могу выехать, поэтому... Ну и уже не видно ничего, ночь началась. Я, честно сказать, не люблю ездить ночью. Подожди, я выезжаю. Блин, я только хотел закончить, а ты начинаешь выезжать. Я на боку лежал, а мне машина начинает выравниваться. Черт возьми, гребаная Вольво. Я тебе серьезно говорю. Причем без ничего, без лебедки просто взяла выравнивалась. Видимо, здесь какая-то автоматическая лебедка, потому что такая не работает. Да, кстати, вот косяк эта машина, лебедка не работает. Опа. Ну теперь все. Или едет. Короче, я ее зарываю. Давай, давай. Давай, давай. Ну, мне кажется, я сейчас и выеду. Потому что назад она все-таки едет немного. Не, назад, я думаю, у меня тоже поедет. Она у меня, в принципе, вперед почти едет. Не, у меня вперед вообще не едет. Просто упирает. Как будто, знаешь, камни вот здесь собрались перед бампером и тупо не дают ей проехать. Так оно и есть. А назад вроде как ползет. Ну, могу я выехать назад? Слушай, к деревьям лебедка цепляется. Представляешь? Да? Да. Ну, я выехал назад, блин. Черт возьми. Надо было заканчивать, когда я тебе предлагал. Я поехал еще дальше вперед. Ну, теперь я тоже еду вперед, потому что я выехал оттуда. Я в такой заднице. Какой? Глубок. Тебе там комфортно? Не совсем. А жаль. Нифига себе. Да нет, не заехать наверх. Все, я начинаю. Ликвидация. Самоликвидация или ликвидацию чего? Самоликвидация. Давай, самоликвидируйся. Я ползу вперед, вверх. Я в дерево уперся, не могу никуда ехать. Ну, ликвидируйся уже. Да сейчас. Куда-нибудь. Куда-нибудь бы мне ликвидироваться. Я, пожалуй, попытаюсь сейчас перевернуться, наверное. Есть у меня такое желание попробовать это сделать. Посмотрите, как эта машина себя ведет в данных ситуациях. Так вот, вот так вот. Сейчас будем заезжать. Вот так вот. 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 Нет, не переворачиваться. Значит, попробуем с обрыва ее перевернуть. Я, короче, отсюда уже не выйду. У меня уже вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. У меня дерево между кабиной и кузовом. Хорошо. Вот так вот. Вот так вот. Есть. Друзья, тайм-код. Эпичный переворот. Я сделал уши. И все. И все. Машина заглохла. Да-да, ты жив. Это тебе? Да. Все ок. Блин, я лебедку отцепил и перевернулся. Я попробую завестись. А, нет, не заводится. Все, у меня уже не заводится. И у меня не заводится. Я лебедку отцепил, сразу на бок заводился. Ну вот теперь точно все. И на этом наш замечательный выпуск говномеса подходит к концу. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. И ссылка на который в описании. Под роликом. И на мой, и на твой. И те, на которых вы смотрите ВИЧ. Всем пока. Пока-пока, ребят.